ну привет сегодня у нас 12 декабря выпал снег лед на дороге страшное дерьмище из-за всяких вот этих солей химикалий и прочего но это не помешало придумать небольшую покатушку и в бакашной болталке закинуть предложение это самое редкое но иногда случающееся собственно катнуть и вчера был снег в принципе некоторое число желающих на данный момент я на месте старта один пока что посмотрим что будет у них еще есть пять минут ну мы едем говоря мы приехал нас двое как выяснилось уже на большой горе во все еще двое ребят приехали но то ли плутанули то ли не там ждали то ли чутка опоздали мы очень пунктуальные въехали ровно в обещали и вот съехали с дороги жизни который просто капитальный гололед после всеволожской и едем по другой дороге номенклатуру которую я не знаю да и ладно зато на этой дороге очень вежливые водители которые едут за нами до тех пор пока не у них не представится возможности нас обогнать большое спасибо по характерному блеску видно что это лед то есть вот две колеи льда между ними такой рыхлый снежок вот примерно такие условия дороги по погоде сейчас минус 2 ночью был 0 поэтому много чего подтаяло а сейчас охватывается мороз к вечеру вечеру похолодает еще сильнее до минус восьми ночью обещают но и к вечеру минус 5 нормальная одежда в ощущении спина немножко конечно потери за рюкзаками тем более мы не только мы не гоним едем совершенно спокойно так вот 22 всего абсолютно комфортно немножко мерзнут ноги ноги мерзнут летний вейн но тем временем прибыли в пункт назначения поселок имени морозово здесь мы сводкаем велосипеды с паровозом походим по берегу лавичного озера погода сегодня погода радует на самом деле пусть и холодно и гололед но как говорят наши друзья скандинавы не бывает плохой погоды бывает плохая одежда ну и покрюхи так мы достигли пункта назначения одного из это паровоз сделали то что должны были сделать а именно фото велосипедов иначе покатушка не засчитывается на удивление здесь почти нет ветра хотя как бы вот там вот можно сказать глазомерно видно где ладога ладога без ветра это что-то подозрительное вот ну тем не менее сейчас мы доедем до берега посмотрим что там постараюсь полетать очень надеюсь что дрон не смёрз и взлетит вот кстати это слова единственный человек который приехал и был вовремя вот это как бы не унижает тех кто опоздал ну просто простите ребят я пунктуально до мозга костей и по вы поехали бы позже только при одном единственном условии что опоздал бы я ну собственно ладога собственно крепость орешек где я ни разу не был ну попробуем плита а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В общем, превозмогая страх, я его все-таки запустил за крепость Сейчас возвращается уже 50% аккумулятора еще есть Но все равно как-то стрёмно Потому что и холодно, и ветер сильный Но мелкий молодец Держится Заодно протестируем китайскую подделку джетбойла В условиях мороза С таким же дрянным китайским газом Посмотрим, что из этого выйдет Надеюсь, что из этого выйдет хотя бы супчик Субтитры создавал DimaTorzok Горячий супчик То, что доктор прописал Какие большие куски! Ну все, мы перекусили Посмотрели на крепость Пофоткали все, что должны были пофоткать И теперь по кривой-кривой дорожке Сейчас будем выбираться отсюда Кривой в смысле рельеф Выезжали с удовольствием Я просто не позволил себе пропустить Такое шикарное место для фоткания великов Прям мух Ну, собственно, вот Мы снова на нормальной дороге И теперь едем За Мурманской трассой Да, короткий декабрьский день Сейчас только 3 часа А уже почти солнце село 15.50 сегодня закат Нам где-то до Петербурга ехать еще 30 километров Дальше, я надеюсь, дорога будет прям такая вот радостная, как сейчас Хотя, на самом деле, это радостный гололед Просто, судя по блеску дороги По-моему, это тупо лед Сейчас я попробую поскрести ногой Проверю А, да Больше На большей части дочный лед Мы уже едем в обратную сторону тем временем А были совершенно ледяные Какая-то ледяная обледеневшая глунтовка Там я думал, что все может пойти плохо Потому что торчали прямо обледенелые камни Обледенелые кирпичи И я вроде на них чуть-чуть поскальзывался Но в целом все нормально было Мы сейчас едем по обочине Потому что ехать по асфальту довольно стремно Вот так нормально обледеневший Хотя вроде и солью здесь посыпано Но машины гонить прям очень страшно Как бы гололед не может позволяет Саскин со всему этому А тут по обочине, скорее всего, прошелся грейдер Она подмороженная И немножко так снегом завалим Чуть-чуть Едется по ней очень крутое мягкое Я еду и кайфу, например Слава решил передохнуть на бензозаправке Погреться, попить кофе Предложил мне дальше ехать одному Ну, в принципе, в мои планы не входило Каких-то долгих отдыхов Поэтому я с ним расстался на сегодня Уже скоро поворот на Всеволожск Там я, собственно, и поверну Чтобы через Колтуша попасть в Петербург А не По Мурманке Не хочу попадать в Петербург Сейчас, когда я покинул уже все проезжие части Которые сегодня проехал Я хочу сказать большое спасибо всем водителям Которые, возможно, из-за меня И сегодня немножечко медленно ехали Ни один, ни один водитель сегодня на нас не бибикал Вообще ни разу Сколько бы не было нужно Они тащились за мной, за нами И все Они ждали момента, пока смогут проехать И аккуратно объезжали Буквально один или два раза случилась такая фигня Что какой-нибудь джип пролетал на огромной скорости мимо нас Вот реально, по-моему, два раза так было На Мурманке было, ну, просто стрёмно из-за общего потока Там, ладно Вот, но на всяких мелких дорожках Было очень комфортно и уютно За это большое спасибо Надеюсь, сегодня какой-то день не бибиканье на поганых велосипедистов Если такое есть, пожалуй, сегодня Вот, прям, я немножечко в культурном шоке Короче, вот Сегодня классно на дороге Может, то, что автомобилисты немножко на шухере Из-за того, что все обледенело И поэтому такие котики А может, потому что они все ответственные люди Соблюдают правила дорожного движения И уважают других участников движения А это хард-участок для моего велосипеда Чтобы все приятности смыло Как рукой Потому что здесь очень рыхло вдоль Када ехать Это волчья тропа У меня диаметр покрышек 1,6 Как бы вот Я еду Этой волчьей тропой я пользуюсь По-моему, третий раз в жизни Как бы летом Она вменяемая, если лето сухое Но сейчас-то не лето Сейчас 12 декабря И она экстремальная Это как тайный проход в Мордор Только в Ржевский лесопарк под Кадом Не то чтобы очень тайный Но кто не знает Тот вот найдет Ну и пока не темно Давайте подведем итоги сегодняшней покатушки Что мы узнали нового? Лично я узнал, что я не зря вложился В шипованные покрышки На своей обычной швальбе Я сегодня, честно скажу, за-ссал бы ехать А на этих я прям Уверенно себя ощущал Практически всю дорогу Кроме уже Ну, практически рядом с городом Началась Треклятая соляная каша В которой я просто буксовал Там, к сожалению, протектора не хватало Чтобы уверенно ехать Но он не для того и сделал такой Вот Второе Я вот уже в инстаграме Третий день сегодня Веду, так сказать, челлендж И пытаюсь приучить себя к шлему Пока что у меня получается Вот Покатушку считаю Очень даже успешной Жаль, что Стас со мной до конца не доехал Было бы здорово, где встретились там И разъехаться Ну, что поделать Надеюсь, с ним все нормально Он доедет нормально И я его просил отписаться Вот Как сказал Сережа Мы не морская пехота Соединенных Штатов Мы своих бросаем Вот Ну, такие мы, конечно, злодеи Получаемся Ссылка на эту движуху в Страве Будет в описании Также по описании Вы найдете ссылку на наш канал На Бусти Где вы можете нас поддержать Денежкой Там мы копим на вторую камеру Всем, кто уже подкинул Кто уже подписался Большое спасибо Также подписывайтесь на наш инстаграм Там будут фотки с этой покатушки И не только Всякие истории Сторисы и прочее Разное Трали-вали Вы сами знаете, что делать Ну, и заходите в группу ВКонтакте Собственно, эта покатушка Была организована Именно там В нашей группе ВКонтакте В Болталке Это такой чатик А вот эти самые пилоны Победы От которых мы сегодня утром стартовали И здесь и завершаем На этом все Подписывайтесь на наш канал в Ютубе Ставьте там лайки Пишите комментарии Спрашивайте, интересуйтесь На все постараемся ответить Вот Всем спасибо Всем пока Фу Теперь надо какой-то Пожрать заехать Очень хочется кушать В KFC Ну, как вы можете догадаться По находящимся сзади у меня KFC Я поел И доволен До дома Остается где-то километров 18, наверное Или около того Наверное, поменьше 16-15 Вот так Ну, они пройдут Уже очень Челово Очень расслабленно И с теплым Хуфейком В кузике Так что Класс Теперь все АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ